Вчера мы провели прямой эфир, который был посвящен чувству одиночества и причинам, и что с этим делать. И мой соведущий, Александр Федоров, он сейчас находится за камерой, задаст мне вопросы БЛИЦ. Как известно, я хорошо отвечаю на БЛИЦ-вопросы. Ужас какой. Вы сами испытываете одиночество? И если да, когда это было последний раз? Одиночество, чувство, вот тягостное чувство одиночества я не испытываю уже очень давно, хотя это было для меня в какой-то момент свойственно, когда у меня не было ощущения, что в коня корм. То есть то, что я делаю, не находит отражения. После того, как я понял, что то, что я делаю, может, ну, как бы, оно находит отклик, и это важно для людей, я перестал ощущать одиночество. Когда люди жалуются вам на одиночество, что вам хочется ответить? Я им завидую очень, что они могут какое-то время побыть, что их бесконечно не друт на какие-то части, вот это. Мне приходится уезжать специально в другую страну, чтобы прятаться немножко в время, хоть подумать, что невозможно столько быть социальной обезьяной. Какая в чувстве одиночества есть выгода? Почему людям так нравится от него страдать? Ну, страдание — это на самом деле способ себя, как бы, обезопасить от преодоления страдания. Вот, потому что когда вы страдаете, вам плохо, но для того, чтобы изменить ситуацию, вы должны применить какие-то усилия, да? Но если вам плохо, вам еще сложнее применить усилия, чем если бы вам было хорошо. И дальше получается, что страдание, оно защищает меня от того, чтобы я что-то начал делать, и мне, как бы, я стабилизируюсь на неком уровне дискомфорта. И идея, на самом деле, состоит в том, чтобы чуть-чуть, как бы, сказать, усилить страдание для того, чтобы перестать его, наконец, испытывать. — Месяц в одиночестве или месяц без возможности остаться одному? — Ну, вопрос понятен. — Месяц в одиночестве? Пожалуйста, выдайте прямо сейчас. — Какую книгу порекомендуете тому, кто мучается от одиночества? — Ну, если про мои говорить, то у меня есть книга, называется «Главные вопросы жизни». И вот мы там как раз в свое время еще с Татьяной 9, когда мы делали первые варианты, мы тогда очень эту тему проговорили, и мне кажется, что эту книгу именно за это и любят. За то, что я рассказываю там про одиночество и про то, как формируется это чувство. Я думаю, главные вопросы жизни. — Что нельзя делать, когда чувствуешь одиночество? — Нельзя делать, когда чувствуешь... Жалеть себя. Значит, вот только вы начали себя жалеть, все. Вы начинаете сразу всех ненавидеть, что они вас сделали одиноким. Как только вы начинаете всех ненавидеть, вы становитесь еще более одиноким, у вас нету никакого внутреннего ресурса для того, чтобы выйти навстречу тем людям, которые подлецы, заставили вас так себя дискомфортно ощущать. Поэтому ни в коем случае себя не жалеете. И это первое правило. Красная таблетка 2, кстати, я там подробно описываю. — Если бы у вас была возможность дать человеку, который мучается от одиночества, только один совет, какой бы это был совет? — Какой бы был совет? — Найди в себе ценность. Найди в себе то, что может быть нужно другим людям. Правда состоит в том, что мы не будем чувствовать себя одинокими только в том случае, если мы будем чувствовать себя востребованными. И поэтому до тех пор, пока нет того, чем ты можешь поделиться, есть высокий риск, что будешь испытывать чувство одиночества. Спасибо. До новых встреч, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok